Всем привет друзья! За последние несколько дней по лентам многих новостных агентств и автомобильных сайтов разлетелись фотографии засвеченные пресс-службой главы республики Татарстан. Они вызвали ажиотажный интерес, поскольку это первые слитые в сеть изображения новейшего пока еще экспериментального среднетоннажника КамАЗ Компас. Поскольку никакой технической информации по машине не раскрывается, далее как говорится верю своим глазам и глаза подсказывают, что премьер-министру России Мишустину и президенту Татарстана Мининханову продемонстрировали грузовик полной массой 8 тонн, являющийся по сути китайским Jack N80. Он вовсю продается в России, причем довольно успешно, по цене от 2 миллионов 600 тысяч рублей за голое шасси. У КамАЗа нет своего производства автокомпонентов для таких маленьких машин, поэтому наивно полагать, что хоть что-то из его узлов и агрегатов локализовано. Собственно корпус воздушного фильтра явно джаковский, передний мост и колесный диск тоже. Расположение осушителя воздуха и ресивера также полностью соответствует китайской машине, посему готов спорить, что под кабиной там стоит дизель Cummins 3.8, выпускаемый совместным предприятием Photon Cummins в Пекине. На китайце он форсирован до 152 сил и соединен с шестиступенчатой коробкой передач, которую Jack делает самостоятельно. Интерьер, как видно, тоже один в один джаковский, отличий не вижу. Обратите внимание на голый металл в задней части кабины выше подоконного пояса. Судя по всему, вся разница между КамАЗ и Jack сводится только к оформлению пластика передней маски кабины, которая у компаса приведена к единому новому фирменному стилю челнинских грузовиков. И это изменение вообще ни разу не в пользу КамАЗа. Эти точечные фарки глазки держу пари будут освещать дорогу значительно хуже, чем большие вертикальные фары джаков, подсмотренные у Исусу. Кстати, несколько лет назад Камский автозавод уже пробовал подступиться к созданию нового поколения среднетоннажников при помощи иностранного партнера. Тогда в КамАЗ попробовали превратить в Фуссокантер, который собирается здесь же в Челнах. Но, видимо, экономика у этого проекта хромала. Если изучить всю фотогалерию пресс-службы президента, там можно найти еще очень много интереснейших деталей, включая еще несколько фотографий, впервые показанных на публике прототипов. Только не все смогли это заметить. Это коленвал, блок цилиндров и, собственно, сам собранный двигатель нового поколения КамАЗ-910. Это та самая рядная шестерка, выпуск которой наладили совместно с фирмой Липхер. И колено, и блок сейчас отливаются и обрабатываются непосредственно в Челнах. Последний пост конвертной линии. Финальной проверки и регулировки проходит магистральный КамАЗ-54901 последнего поколения К5. В стороне виднеется шасси поколения К4 с кабиной Mercedes-Benz Axor. На переднем плане серийный КамАЗ-6565 поколения К5. Что следом, непонятно. Две одинаковые машины выставлять бы не стали. Предположу, что там газодизельная версия того же 65-65. А дальше два каких-то очень интересных полноприводных грузовика нового поколения. Настолько новых, что для них еще не успели изготовить оригинальные маски кабин. Синий грузовик на заднем фоне это вовсе не компас. Это электрическое шасси под мусоровозы и другие коммунальные надстройки. КамАЗ-53198 Чистогорм. Это двухосный тяжелый грузовик полной массы 19,5 тонн и с запасом хода около 100 км. С учетом прессования от хода в процессе работы в качестве мусоровоза. Кабина поколения К4. Машину обещают пустить в производство в 2023 году. Хотя, сдается, что она таки превратится в итоге в 6 на 2. Запас хода нужно увеличить сильнее, а вес батареи и в существующем варианте получится запредельным. Напомню, что в России эксплуатация грузовиков 4 на 2 без спецразрешения допускается при их массе до 18 тонн. Две другие машины из поколения К5. В центре самосвал КамАЗ-65951 с колесной формулой 8 на 4 и серийной нефазовской платформой с прямыми портами. Такие самосвалы пойдут в серию уже нынешним летом. А справа в кадре виден фрагмент явно полноприводной машины из поколения К5. Конкретную модификацию определить не берусь. Чрезвычайно интересный кадр. Два белых тягача слева. Серийные машины поколения К4 и К5. Дальше три опытных К5. Все внимание двум красным грузовикам. Они демонстрируются впервые. Оба со спальными кабинами с низкой крышей и бампером, характерным для машин строительной серии. При этом колеса с дорожной резиной, но тот грузовик, что стоит справа, полноприводный. Сидельный тягач поколения К5 для строительной отрасли. Полноприводный с низкой кабиной и бампером от самосвалов. На переднем плане два самосвала поколения К5. Их ключевая особенность в установке нефазовских платформ нового поколения. Полуовальных безнаружной усиленной обвязки бортов. На заднем плане снегоболотоход КАМАЗ-6355 Арктика. Разработанный НТЦ КАМАЗ совместно с МГТУ имени Баумана. Демонстрационное преодоление Арктика глубоководной ванны на заводском полигоне. Также засветился новейший сочлененный электробус КАМАЗ-6292, разработанный для Мосгортранса. Опытный образец построили в первом квартале нынешнего года. Поставки товарных машин по контракту начнутся в 2022. Конечно, не обошлось на мероприятии и без электрической легковушки КАМА-1, о которой совсем недавно отрубили из-за всех утюгов. На ней даже прокатился за рулем по территории завода «Премьер Мишустин». А здесь господин Менинханов рассматривает презентационные слайды о карьерных самосвалов семейства КАМАЗ-Юпитер. Тот слайд, что виден справа, посвящен дизель-электрической модели грузоподъемностью 125 тонн, а левее слайд о 30-тонном карьерном беспилотнике. Кроме них, в семейство Юпитер входят модели самосвалов грузоподъемностью 90 и 220 тонн. То есть в челнах разом рассчитывают перекрыть значительную часть модельного ряда белазов. А это другой новый строительный проект КАМАЗа. Шарнир на сочлененный самосвал Геркуле с грузоподъемностью 35 тонн с электромеханической трансмиссией. С этим продуктом в челнах рассчитывают побороться на рынке с аналогами марок Вольво, Джон Дир, Катерпиллер и так далее. Первый опытный образец, судя по стадии готовности машины, достроят уже в этом году. Показали гостям и продукцию некоторых совместных предприятий, что действуют на территории КАМАЗа. На снимке мерседесы, которые собираются на совместном предприятии Daimler Camus Rus. Справа налево, два грузовика семейства Актрес, а еще два из семейства Аракс. Вот такая получилась экскурсия, надеюсь было интересно. А в комментариях предлагаю высказаться по поводу Компаса, Юпитера и Геркулеса. Что скажете, КАМАЗ на правильном пути или нет? А на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Делайте репост в соцсети. Всем пока!